Мы приглашаем вас познакомиться с жизнью глухарей на таку в Кирженском заповеднике в период ранней весны. Внимательный осмотр окрестностей позволяет найти здесь следы пребывания этих птиц. Кроме уже знакомых набродов, видны еще и следы рыси. На этом таку наблюдения проводили еще до пожара 2010 года, поэтому именно на нем решено было оценить влияние низового пожара на жизнь глухарей. Необходимо теперь очистить снег, чтобы прямо у патрульной дороги поставить палатку, разгрузить вещи и обустроить ночлег. Снежной весной днем температура обычно выше нуля, но морозы по ночам бывают до 15 градусов, поэтому без теплого спального мешка не обойтись. Там, где ночуют глухари, до вечера нужно успеть установить засидку. На земле костров давно не разводим. Заповедник. Чтобы быстро вскипятить чай или сварить супчик, очагом служат два старых дырявых ведра, вставленных одно в другое. Огонь в них можно развести в любую погоду. И на снегу, и в болоте. Глядя на пламя, невольно вспоминается лето 2010 года, когда пожары, начавшиеся от удара молнии, охватили лесные территории нескольких районов. Пришедший в заповедник огонь шел то верховиком, то уходил под землю, оставляя после себя выволы деревьев, то низко слался по мхам или шайникам, почти не затрагивая древостоя. В тех местах, где прошли слабые низовые пожары, лес в основном сохранился. Но там, где после сильных пожаров деревья погибли, останки глухарей находили забегающие с соседней территории хищники. А их прежние места обитания заняли потом другие виды птиц. Поэтому теперь нужно понять, сохранились ли на прежних местах глухаринные така. Как чувствует теперь себя здесь эта таежная царь-птица? Еще затемно ночевавшие на сосных самцы начинают таковать. Едва начинает светать, а самые нетерпеливые уже спускаются вниз, чтобы первыми занять свою таковую площадку. Другие, более осторожные, предпочитают пока оставаться наверху, лишь перелетая с дерева на дерево. Такующие на земле глухари вызывают неподдельный интерес у глухарок, или, как их еще называют, коплух. Они постепенно начинают слезать на землю, чтобы познакомиться поближе и заранее выбрать лучших отцов для будущих глухаря. Заметив дам, ради которых и начинается весной глухариный кака, раздухарившиеся петухи выражают им самые горячие чувства. Один из них, с выпавшим рулевым, невольно привлекает внимание. Его настойчивое преследование отпугивает глухарку, и она, избегая чрезмерно навязчивых и преждевременных ухаживаний, взлетает. Этому легко узнаваемому глухарю мы дали имя «Вырванное перо». За зиму упало и теперь оттаивает немало веточек сосны, хвои которых питаются в основном зимой эти птицы. Поэтому можно и внизу подкрепиться, продолжив после легкого завтрака свою таковую песню. Постепенно копылухи привлекают внимание многих самцов, которые образуют небольшую стаю ревнивых соперников. Здесь взыскательным невестам есть из кого выбирать. И время подумать еще есть. Снег сойдет не скоро. Наблюдение и видеосъемка из-за ситки не насторожили глухарей. Но с наступлением утра они постепенно расходятся с тока. На сегодня съемка закончена. Пора к палатке. А с сосны за происходящим внизу внимательно следит любопытная белка. Окраска ее меняется по сезону. И сейчас она пока еще в свои зимы пепельно-серые шутки. Впрочем, и ей нужно спешить по своим делам. На следующее утро, когда первые лучи восходящего солнца осветили землю, большая часть птиц уже спустилась вниз. В морозном воздухе из клево вырванного пера при таковании шел пар. Более молодые птицы внимательно слушали старших и учились. А вырванный перо азарт продемонстрировал всем древний глухаринный брачный ритуал. Но, как иногда бывает, кому-то ток. Это пляски до упада. А кому скукота вкусная, в сон только тянет. Ну, похорохорился, ну, хвост пораспускал. А поспать-то тоже не грех. Пусть соседи пока попоют да попляшут. Наш Соня приспустил хвост, прикрыл веки и подремал чуток. Но за обстановкой следит. Тем временем вырванный перо не на шутку растаковался. Того и гляди, в объектив влезет. Глухарки понемногу попривыкли к самцам. И уже терпеливее относятся к их ухаживаниям. Заканчивая на сегодня свою брачную церемонию, некоторые глухари уже уходят с тока. Только вырванное перо продолжал исполнять свою песню рядом с нашей засидкой. Глухари один за другим поднимались на деревья. И как свидетельство их утреннего представления оставались следы на снегу. Впрочем, следы на снегу свидетельствовали и о том, что ток этой ночью посещали лоуси. А рядом, на усовшей сосне, большой пестрый дятел отыскивает личинок караедов. У глухарей здесь немало соседей.